но так или иначе в семье деньги это всегда эквивалент власти под властью имеется ввиду не обязательно что-то такое там типа все построились отжались это могут быть принятие там решение не знаю куда поедем в отпуск какой будем делать ремонт и так далее да но там где деньги там всегда власть и чем это все более открыто откровенно обсуждается чем это все более легально тем конечно ситуация здоровее потому что хуже всего начинается когда в семье очень много вранья по этому поводу и все делают вид что все не так на самом деле то есть действительно бывает разные ситуации бывает что там один из супругов оказался с невостребованной специальностью другой наоборот да и у них как бы разный баланс возникает вопрос как это компенсируется может быть там например в этой ситуации тот кто сейчас меньше зарабатывает берет на себя больше там обязанности по детям или по домашнему хозяйству или он помогает второму в его работе есть ну если это возможно или как-то еще да то есть это этот баланс он существует и он важно чтобы он был как-то проговорен на как-то осознавался очень часто такое такое наблюдается когда родители начинают использовать деньги которые должны быть языком заботы как язык власти вы когда начинает звучать вот это вот как как тебе там не стыдно что-то не то делать что я хочу или там как-то не так жить как я как я считаю ты должен тебя содержу там как бы ты мне должен да я имею право влиять на тебя раз я тебя содержу вот если это влияние распространяется на какие-то сферы которые ребенок но обычно подросток уже в общем то считает своими то вот это идет очень часто такая реакция а мне ничего не нужно я обойдусь это человек начинает ходить в этих штанах и в одной майке отказываться от там всего и родители озадаченно спрашивают а что это с ним каждый раз когда деньги используются как родителям как власть для ребенка это неприятно скользкая очень тропинка на которой отношения очень легко разрушить с близкими и с детьми тоже все-таки важно что забота это забота она ребенку положено поскольку он наш ребенок он не должен как-то это заслуживать он не должен как-то это зарабатывать мы обмениваем куски своей жизни на то чтобы вырастить ребенка это подписываем на это в тот момент когда соглашаемся стать родителями и завести ребенка также как мы обмениваем куски своей жизни на его выращивание когда мы заботимся о нем также мы обмениваем на его какие-то потребности деньги вот единственное что мы как в общем-то хозяева своей жизни да мы готов мы имеем право определять на что мы готовы обменивать куски своей жизни а на что не готовы и это каждый решает сам кто-то кто-то практически все готовы обменивать куски своей жизни на то чтобы ребенок нормально питался был одет там удобно по сезону симпатично там получал нормальную медицинскую помощь и ездил отдыхать куда-то куда семье по карман кто-то готов обменивать куски своей жизнь на то чтобы ребенок получал какое-то там особое редко требующие вложения образования там занимался не знаю теннисом скрипкой еще там чем-то таким и большим затрат кто-то готов еще на что-то кто-то не готов и важно что здесь начиная с какого-то момента начинается уже такой произвол такое решение родителя и мне кажется важным для себя тоже опять-таки до рефлексировать и где для тебя проходит этот этот рубеж до до такого момента ты готов свободно и даже может с радостью до обменивать куски своей жизни на потребности своего ребенка а начиная с какого момента ты не готов и ты имеешь право и ты не ничем не виноват и не должен ни за что оправдываться мне все время пришлось там старшему своему ребенку так и сказать текстом что знаешь дорогой я готова обменить куски своей жизни на вот это 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 на какие-то понты я не готова да мне есть чем заняться кроме кроме я тратить деньги на то чтобы там штаны были не просто штанами нормальными а там на них были где-то написаны в уголочке какие-то буковки ну вот нет на это мою жизнь не будет потрачено это это ваше право это ваша ответственная как бы имейте право это осознать и все проблем начинается тогда когда вы не можете это осознать и принять как просто ну свое решение это ваша жизнь это ваша неизаменимая жизнь которую вам никто не вернет а вы начинаете про это торговаться вы начинаете опять таки превращать этого власть вот если ты будешь там достаточно хорошим мальчиком то я тебе там ну нет это никак не связано хорошесть мальчика не может быть конвертирована в деньги мальчик хороший по определению поскольку наш в чем тут вообще деньги какие какие-то вещи которые мы считаем для ребенка важными мы готовы ему давать какие-то вещи которые мы не считаем для ребенка важными мы не считаем что они стоят кусков нашей жизни мы отказываемся давать и имеем право и в общем не обязаны тут оправдываться когда родители сами но иметь какие-то нормальные отношения с деньгами и дают ребенку понять что на них на ребенка хватит родители всегда хватит на ребенка на какие-то важные вещи то дети ну как бы растут по этому поводу более такими свободными интересно что вот но я работаю же на таком потоке родители которые обращаются с проблем приемные родители а приемные дети это дети травмированные именно отсутствием заботы поэтому у них какие-то зоны более чувствительные и вот сколько раз я замечал корреляцию да когда начинаются там разговоры про кризис про снижение уровня жизни то есть в семьях начинается тоже соответственно обсуждение как же мы будем жить хватит ли нам денег среди мы концы с концами и так далее мгновенно взлетает процент обращения по поводу детского воровства то есть как только у ребенка начинается страх что не хватит начинается сразу обращать обращение по поводу детского воровства родители начинают стараться заботиться о себе самостоятельно это бессознательно происходит не то чтобы они думают ага родители говорят что у них возможно не будет денег там в следующем месяце украду-ка я чтобы их точно не остался без шоколада конечно нет но это какие-то речайшие случаи таких прям уже прям прожженных это бессознательно да то есть в норме ребенок должен быть расслаблен на эту тему в норме ребенок по крайней мере до там младшего подросткового возраста но не очень должен думать о том что сколько стоит там хватит денег не хватит денег он как-то доверяет родителям что они как-то об этом позаботиться и все нормально это такая нормальная детская изобильная изобильная модель мира когда мир это изобильное место мир это место в котором всего на всех хватит если это не так если ребенок терпел какие-то лишения если он оставался без заботы если родители например очень много ссорились из-за денег если тема денег все время в в семье оборачивалась темы власти да вот это отношение к ребенку или по отношению родителей друг другу то у ребенка может сформироваться дефицитарная модель мира это такая модель мира при которой мир видится как место где меня не хватит и где нужно все время добывать и где просто так вот ничего не будет нужно все время быть на марше нужно все время быть на стрёме нужно все время как-то вот это очень такая непростая ситуация потому что человек туда никогда не расслабляется он никогда не 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 может доверять тому что все будет хорошо всеми кажется что его пошли что ему не додали что ему не хватит что у других больше у других лучше и как-то общем он должен как-то следить проверять он должен постоянно беспокоиться мы всегда мало вот дети которые провалились в этой дефицитарности они часто бывают очень ненасытно просят все время купить что-то купи 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 не потому что им особенно нужны эти вещи да потому что они в какой-то момент напугались что родители не смогут позаботиться о них и напугавшись этого они тревожно невротически да все время требует от родителей вот этими актами покупки и дарения подтверждения своей любви подтверждения того что ну и свои дееспособности что ли как взрослых людей как родителей и дело в том что ребенку нужны конкретно эти игрушки а дело в том что каждый раз когда родитель все-таки покупает ну как бы его ребенка немножко отпускает что все в порядке там родители для меня есть родители естественно это начинает раздражать естественно они начинают как-то это ограничивать как-то это пресекать что немедленно еще больше усиливает у ребенка тревогу еще больше усиливать дефицитарную модель мира и в некоторых семьях просто начинаются какие-то очень длительные баталии да когда там часами идут препирательства на тему купишь не купишь какие-то условия скандал ну там если ребенок маленький он там может лично от пола рыдать в магазине если он постарше то он может как-то конючить или там ставить какие-то условия то есть жизни в жизни семьи в отношениях между детьми и родителями очень большую роль начинает играть вот выяснение вопроса дашь не дашь купишь не купишь что в общем говорит уже о том что пошла такая дефицитарная модель это может быть связано с каким-то периодом не был получи финансового каким-то кризисом каким-то например там разводом да еще чем-то после чего изменилось приездом другой город другую страну почему изменилось материальное положение семьи родители очень нервничали дети это слышали и вот тут начинается да вот такое